Мы небольшое сделали видение об Эфесском соборе, когда примерно до 4-го века, до 5-го века нашей эры уже существовали языческие храмы разным богам Пана, Кибела, Бала, Зевса. И эти храмы вдруг, ни с того ни с сего, уже когда образовалось христианство, когда принято на Никельском соборе, стали преобразовывать массово в христианские храмы. Либо их фундамент, этих древних языческих храмов, находится внизу, либо просто это преоборудованные храмы. И это очень дает начало такой интересной следующей теме христианства ранее. Вот все мы считаем, и нас так учат. Я уверен, что 99% наших христиан, что православных, что хатоликов считают, что христианство берет начало на Руси с реформы князя Владимира в конце 10-го века, 988-й, по-моему, год до нашей эры. Но до этого христианство пыталось вести княгиня Ольга, до этого еще были попытки у Аскольда и Дира на Киевской Руси ввести христианство. Но все это было скорее Аскольд и Дира, княгиня Ольга, ближе к католическому христианству. И так называемое византийское христианство, которое ошибочно называют православное христианство, на самом деле это никакое не православное христианство, это греческое ортодоксальное христианство, которое, в общем-то, имело от католического и имеет от католического христианства только процедурные какие-то различия, формально такие процедурные различия. И когда я читал, какие были склоки на этот счет, как они ссорились друг друга, пытались завоевывать походы, взаимные обвинения, и в конце концов это суть одно наследие Римской империи, все это христианство, которое принято было на Никейском соборе, когда Константин и его последователи приняли богочеловеческую природу Христа и запретили все споры об этом, которые, любые споры о природе Христа должны были наказываться, и ретики сожжены и так далее. Кстати, казнь с сожжением на костроре – это не христианское изобретение, она широко использовалась в Римской империи, и, например, галерий, который, кстати, скорее был все-таки, можно связывать, что с галерием, он был самый явный противник христиан, сжигал их в массовом количестве, а потом вдруг перед смертью раскаялся, и христиан он простил, и еще до Константина он фактически объявил, что они находятся в законе, что они могут там существовать, то есть можно считать, что его основоположником вот этого начала христианства, галерия, который жил во времена Константина было, но он массово сжигал христиан же сам на кострах, то есть в Римской империи еще очень активно применялась эта казнь. Так вот, оказывается, что христианство-то уже существовало задолго до Никейского собора 325 года, оно уже существовало в первом веке, и связано с миссионерской деятельностью была апостола Андрея, апостола Фомы, апостола Петра, апостола Матвея, и еще целый ряд апостолов, причем очень хорошая работа одного греческого автора я нашел, он проследил путь апостола Андрея до Руси, причем он посетил и в районе Киева, в Новгороде, еще не было Киевской Руси, не было Новгородской Руси, но были предшествующим там территориальное образование, затем он посетил Валаам, посетил Соловьки, которые тогда уже для христиан считались были священным местом, затем он отправился по берегу Балтийского моря, дошел до Шотландии, и шотландская Арброудская декларация содержит сведения, что Шотландия во многом связана с своим происхождением, там написано Скотте Меритатон, во-первых, то есть я начал о том говорить, что вот это завоевательный поход Моисея, который завоевал белых богов Туата де Данан, они дошли дальше до Шотландии и фактически образовали шотландское государство, и Скотте называется в честь Скотте дочери фараона Эхнатона Меритатон, которые назывались. Это закреплено в Аброудской декларации в Шотландии, и там же в Аброудской декларации сказано о приходе втором туда в Шотландию миссионерской апостолы Андрея, который принес христианство. То есть на Руси очень широко было христианство уже в первом веке, и в первом веке там уже были свои святые, например, Инна, Пинна, Римма, еще целый ряд святых, которые очень мало известны, на которых практически вы нигде не найдете, но иконы их есть, я видел. Это христианство, которое было исключительно Нового Завета. Ветхого Завета просто не было, иудаизма там не было, и вообще и намека никакой. И вот такое же христианство Нового Завета, которое называлось Нестарианство, нес апостол Фома, нес тот же апостол Андрей, несли другие апостолы, они принесли его в Сирию, в Одессе уже в II веке, и как минимум там существовала Новозаветская церковь, патриархия. Затем они несли это христианство в Среднюю Азию. Один из центров христианства был Мерфь в Туркмении, широко оно развито было в Киргизии, на юге Казахстана, в Узбекистане христианское. Это вообще центр, это один из центров белых богов, изначально там находился, и там же находились вот эти Нестарианские центры. Дальше они донесли это христианство до Бактрии, Северная Индия, там тоже был в Таксиле, это столица Таксила, был один из центров христианства, новозаветного христианства, в Китае, даже до Японии, до Шри-Ланки донесли, и остров Сокотра, даже Индонезия донесли. То есть христианство Нового Завета с I по XIV век охватывало огромные площади, но только на Руси оно было фактически уничтожено князем Владимиром в 988 году, а вот на Востоке оно просуществовало до примерно XIII-XIV века, когда фактически было уничтожено мусульманами. Но какие есть еще интересные моменты у этого христианства? Во многих местах описывается, что помогал возводить Настарианские храмы на Руси живой Христос, то есть по сути получается, что либо он воскрес, либо его не распяли, что это ошибочное мнение, но он контактировал там с апостолом Фомой, он контактировал с апостолом Андреем, об этом много достаточно, с апостолом Петром, об этом достаточно много информации, помогал строить Настарианские церкви, руководил им первое время, руководил патриархами, и более того, что меня вообще поразило, получается, что описанное, вот этот Христос с кем-то из своих помощников, встретился с апостолом Андреем, им нужно было попасть в Эфиопию, и по каким-то своим делам, там тоже, в общем-то, туда ходил апостол Андрей, он чуть ли не до юга Африки доходил, и он доходил до Индии, и получается, что Христос управлял вместе с помощником летательными какими-то аппаратами, это вообще фантастические сведения, очень похоже, то есть получается, в первом веке вовсю используются летательные аппараты, на которых, ну не мог просто апостол Андрей обойти весь мир за отведенный ему срок. Он бывал и в Китае, он бывал и в Индии, и так далее, и в Шотландии, и так далее. Как все можно пешком было пройти за это время? В Южной Африке, был в Эфиопии. Вот. Александр, а где эта информация описывается, указывается, насколько она документальная, что они на аппаратах летали? Ну, вы знаете, я, вот когда я уже сказал, прекратились экспедиции, начинялось с коронавирусом, я занимался этим, очень долго пытаясь все-таки понять нашу историю, пытаясь понять, кто нами правит, как все образовывалось. Такое количество, помимо своих двух книг, такое количество работ изучил и прочитал, что у меня уже как в калейдоскопе они мелькают. Вот на сайте Хистерека они все есть, в телеграм-канале Хистерека я лучшие работы тоже стараюсь выставлять. И когда мне надо что-то найти, я сам ищу по поиску там, потому что, ну, невозможно запомнить ни авторов, ни названия работ, потому что их там, ну, тысячи этих таких работ. И, ну, достаточно серьезные. Вот, например, греческий автор по деяниям апостола Андрея, он брал информацию не только в славянских архивах, он в бактрийских архивах, у калашей брал, у туарегов брал в Северной Африке. То есть, по всему миру разбросаны эти архивы, и везде говорится об одном и том же. Понимаете? Везде говорится об одном и том же, почему он об этом пишет, что это какая-то документированная история, которую потом свели на нет, уничтожают, но она все-таки в первоначальном виде сохранилась. И что очень интересно, вот эти вот все походы раннего христианства, когда не было еще иудаизма, не было Ветхого Завета, они все совпадают с центрами расселения белых богов, с государства белых богов. То есть, получается, что государство белых богов и Новый Завет это одно и то же, что еще раз доказывает, что Христос был из белых богов и никаким не уидеем. Вот такая вот интересная история. Дополнительный вопрос, если вы скажете, я могу еще что-то попытаться ответить, поскольку все это так сложно запомнить и сразу сказать, ничего не забыв. Ну, я думаю, тут надо нашим зрителям порекомендовать все-таки для того, чтобы дополнить то, что вы сейчас рассказали, обратиться на сайт HistoryEco и загнуть в раздел Александра Калтыпина. Как вы сказали, наверняка там есть больше информации и наверняка приведены даже какие-то схемы, рисунки и поясняющие документы. Несомненно, это есть, но я сейчас вспомнил, пока вы говорили, еще о следующих трех христианских учениях новозаветских. Это Павликиане, которые возникли в Армении примерно в 7 веке нашей эры. После них Богумилы в Болгарии возникли примерно в 10 веке нашей эры и Катары примерно в 11 веке нашей эры просуществовали до 14 века нашей эры. Вот их всех объединяло, так же, как и апостольское христианство на Руси. Их объединяло с Нестерианством на Востоке. Одно, что они признавали только Новый Совет. Они считали Ветхий Завет религия дьявола, их бога сатаной. И это открыто они исповедовали. Они пытались, шли в Константинополь, пытались обосновать свою веру. И это, да, и что самое интересное, они отказывались почему-то от почитания креста, считали, что крест это символ распятия. И вот такие вот верили, они жили очень скромно, вот что все эти общины, они жили очень скромно, они считали материальные блага никчемными, что верить только на духовные блага, все были вегетарианцы, они не употребляли ни мясную, ни рыбную пищу, ничего. То есть практически так, как я восстановил жизнь белых богов. То есть под сути белые боги тоже все были вегетарианцы, это в нескольких местах нашел. То есть гармония с природой, отсутствие товаров, отсутствие денег, жить только духовными ценностями, никаких материальных, всех объединяло вот эти вот религии одно и то же. Когда они пытались привить свою веру в Константинополе, потом в Европе, и Ватикан настолько был беспокоен, что за ними шли огромное количество последователей. Они не только крестьяне, не только бедный люд, и богатый люд, и воины к ним присоединялись, и даже землевладельцы, и даже богатые настолько их вера была убедительная, что начался крестовый поход уже против Альбегойской, так называется Альбегойская верность, богомельцев, их на кострах сжигали в массовом количестве, то есть сотни тысяч каждого это течение сгорело на кострах, потом разные другие защленные пытки, то есть Ватикан полностью уничтожил все эти течения, и, как говорится, на вот эти запахи человеческого мяса, дыма, огня, построил свои религии, все это действовало от имени Христа, а Христос-то был совсем в другой, как говорится, армии, он был фактически Богом, которым руководил всеми этими направлениями, от его имени их сжигали. Очень интересная получается ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok